Музыка Смерти слуги Кали Тайная секта туго вдушителей Самую дурную славу изощренных убийц Получили индийские туги Которые были самыми кровожадными бандитами в истории человечества Только в 1812 году от их рук погибло около 40 тысяч человек Примерно с 12 века банды тугов в центральной части Индии Грабили караваны и убивали путешественников Жертву душили, накинув сзади на шею веревку или шарф А затем закапывали ритуальные кирка мотыгой или сбрасывали в колодец Точное число жертв доподлинно неизвестно Однако книга рекордов Гиннеса Относит на еще 2 миллиона смертей Только за одно столетие Стать тугом было непросто Это продолжительный сложный процесс В секту допускались мальчики Когда им исполнялось 10-12 лет По большой части кандидатами были близкие родственники и душители Чтобы стать настоящим тугом Необходимо было пройти довольно-таки долгий путь посвящения В начале своего пути члены секты исполняли обязанности магийщика Через несколько лет, повзрослев, допускались к разведке Затем становились зазывателями Однако каждый раз их мастерство должно было совершенствоваться А преданность делу было главным условием Те, кто по неосторожности или намеренно рассказывал о своем членстве в группе тугов Подвергались немедленной и жестокой казни Только после прохождения всех ступеней служения кали Туг мог быть допущен к посвящению хутто-таги То есть душители Часто к этому возрасту они уже были довольны и солидными людьми Даже отцами семейства В обыденной жизни любой индиец мог оказаться служителем богини смерти Купцы, чиновники, крестьяне Они, туги, были во всех областях человеческой жизни Разрешение на тайное служение передавалось по наследству Как в прочной связи с тугами других групп по всей имени Молодой душитель должен был отправить на тот свет как можно больше жертв Причем сделать это в кратчайшее время Вместе с тем ему запрещалось душить женщин Прокаженных, косых, храных и вообще уродов А также прачек и представителей некоторых избранных каст Которым оказывала свою защиту богиня Кали Женщины, кстати, были ограждены от убийства Только в том случае, если путешествовали в одиночку Известный французский путешественник 17 века Тевена Жаловался в своих письмах на родину, что все дороги от Дели до Акры Кишат этими обманщиками Он писал У них был любимый трюк, чтобы обманывать доверчивых путников Туги отправляли на дорогу смазливых молодых женщин Которые горько плакали и причитали, вызывая тем самым жалость у путешественников После чего завлекали их в ловушку А потом душились с помощью желтой шелковой ленты Которой с одной конца привязывалась серебряная монета Достоинство в одну группе Банды тугов обычно выходили на большую дорогу после сезона дождей осени До следующей весны только одна из банд А их по всей стране насчитывалось несколько сотен Могла задушить более тысячи человек Иногда их жертвами становились одинокие путники В другой раз целая группа людей Которые переходили в мир иной в мгновение ока Туги никогда не оставляли живых свидетелей Поэтому уничтожались даже собаки, обезьяны и другие животные Принадлежавшие убитым Подготовка к убийству всегда происходила по заведенному порядку Банда разбивала лагерь возле городка или деревни И отрежала несколько своих наиболее смышленных членов Бродить по улицам и посещать лавки Стоило им увидеть небольшую группу путешественников Как они тут же находили с ними общий язык И предлагали дальше путешествовать вместе Если простаки соглашались, смерть их была не за горами Жертвоприношение осуществлялось при помощи удушения бескровно Орудием убийства служила шелковая лента длиной 90 см И шириной 2,5 см Называлась она румал Техника охвата шеи румалом была доведена до совершенства Молниеносный бросок конца, на котором был завязан угол Мог производиться спереди, сбоку, но чаще всего сзади жертв Перехватив обвисший шею конец Тук совершал перекрестное удушение Спастись от которого, как признают эксперты по восточным единоборствам Уже было невозможно Пожалуй, это единственная боевая техника Перешедшая из религиозного ютала в современную жизнь Она взята на вооружение специалистами спецназа И стала прикладным элементом их боевого мастерства После каждого убийства тоги рассаживались по кромке большого ковра Который расстилали на земле и нестрендали взоры на восток Их предводитель произносил короткую молитву и звучал каждому участнику операции по куску священного сахара желтого цвета Душители были убеждены, что тот, кто однажды попробовал его, никогда не изменил своему делу По всей вероятности сахар соезжал какое-то наркотическое вещество Здесь же на месте делили добычу Могильщики снимали с убитых одежду и, сделав на трупах несколько глубоких надрезов, чтобы калий было удобнее пить кровь, быстро зарывали тела ограбленных Когда грунт попадался твердый, могилу рыли неглубокую и в грудь убитого бивали деревянный кол, удерживший его тело на дне ямы Могилу закидывали камнями и дикие звери уже не могли ее раскопать Адепты тайной секты Тугов искренне верили, что служа своей могущественной богине выполняют божественную миссию, уничтожая с избытком расплодившихся людей В награду же за такое служение они забирали имущество убитых Замеченный в кресятничестве был обречен и разделял участь своих жертв Если кто-то из членов секции признался власть имущим или даже своим родным, что он туг, то его тоже убивали, причем его же собственным румалом, то есть шнурком, который после этого сжигали Душители не были бандитами в обычном понимании этого слова Они убивали людей не только ради добычи Свои жертвы туги в соответствии с тщательно разработанным ритуалом посвящали мрачной и страшной богине Кали Кали олицетворяет злых духов, наслаждается видом человеческой крови, преобладает над моровыми язвами и чумой, направляет бури и ураганы и всегда стремится к разрушению Она представлена в самом страшном образе, какой могла создать индийская фантазия Лицо у нее лазаревого цвета с желтыми полосками, взгляд свиреп, распущенные, всклокоченные и щитовидные волосы стоят, как павлиний хвост и переплетаются с зелеными змеями У нее был свой храм, куда люди приносили ей в жертву домашних животных и птиц Однако, настоящими ее жрецами были туги, сыны смерти, утоляющие нескончаемую жажду кровожадного божества Согласно преданию, Кали сначала хотела истребить весь человеческий род, за исключением, разумеется, своих верных последователей и поклонников Наученные ею, они стали убивать с помощью мечей всех подряд И так велико было истребление, производимое тугами, что человеческий род вскоре пресекся бы, если бы не вмешался бог в вишню Всю пролитую на землю кровь он заставлял воспроизводить новыми живыми существами И таким образом противодействовал жрецам Кали Тогда кровожадная богиня пошла на хитрость и велела своим последователям только душить людей С собственными руками она слепила человеческую фигуру из глины Своим дыханием вдохнула в нее жизнь и научила тугов убивать, не проливая крови А чтобы вишну не узнал о хитрости, она пообещала своим жертвам, что всегда будет прятать тела и жертв уничтожать все следы Кали сдержала свое слово, но однажды один из любопытных тугов захотел узнать, что делает богиня с мертвыми телами И подстерег ее, когда она собиралась унести тело убитого им путешественника Заметив любопытного, Кали подошла к нему и сказала «Ты видел страшное лицо богини, которого никто созерцать не может, оставаясь в живых Но я пощажу твою жизнь, хотя в наказание за твой поступок не стану более охранять тебя Как было до сих пор, и наказание это распространится на всех твоих братьев Тела убитых вами уже не будут схоронены и сокрыты мною Вы сами должны принять необходимые для того меры И не всегда, продолжила она, успех будет на вашей стороне Порой и вы сделаете жертвой нечестивых законов света, что и должно быть вашей вечной карой У вас ничего не останется, кроме дарованных мною знаний и высшего ума Управлять же вами я буду отныне только через предназначение, которое изучайте тщательно С тех пор туги сами стали придавать особое значение различного рода предзнаменованием Они усматривали их в полете птиц, в повадках шакалах, собак или обезьян Перед выходом на дело они стали бросать в воздух топор И в какую сторону на земле он падал топорищем, туда и направляли убийцы свой путь Если при этом какое-либо животное перебегало им дорогу с левой стороны на правую Туги считали это дурным предзнамением и экспедиции окладывали на день В первое время колониальное английское управление ни о чем не догадывалось Туги действовали очень скрытно и нападали в основном в джунглях и других безлюдных местах Жертвами чаще становились путешественники А так как передвижение по стране длилось по несколько месяцев, то ее пропажи узнавали не сразу Но страна объединилась и начали всплывать ужасающие факты одесских тугов служителей Самую большую компанию по поимке ритуальных убийц организовал капитан Уильям Слиман Который несколько лет изучал их деятельность Выяснилось, что последователями культа Кали были несколько сот человек, в том числе и высокопоставленных чиновников Так случай с Махараджей лег в основу фильма об Индиане Джонсе Слиман был первым, кто осознал фундаментальную религиозную природу культа душителей Убийства были жертвоприношениями, предназначенными темной матери Кали По причине своей глубокой религиозности туги обычно были добросовестными, честными, доброжелательными и надежными Ассистент Слимена описал одного из предводителей секты как лучшего человека из всех, кого я когда-либо знал Но множество душителей были богатыми людьми, занимающие ответственные должности Часть награбленных ими средств отправлялись местным раджам или чиновникам В общей сложности капитану Слиману удалось добиться осуждения более трех тысяч разбойников-душителей Но еще тысячи багитов оставались на свободе При этом следовало иметь в виду, что каждый душитель мог похвастаться убийством не менее 250 человек за время своей карьеры Когда в 1876 году Индию посетил принц Уэльский, будущий английский король Эдуард VII, преступления тугов уже пошли на убыль Принца привели в тюрьму в Лахори, где он беседовал с положилым разбойником, жизнь которого была сохранена после того, как он дал суду показания и назвал своих сообщников Заглюченный без тени волнения рассказал принцу, что отправил на тот свет 150 человек Индия славится первым не самым масштабным серийным убийцей в истории человечества Душителем тугом по имени Бихрам Он родился в 1778 году, недалеко от Дели Среди своих свечников он выделялся могучим телосложением, громадным ростом и неимоверной силой Поэтому уже в 12 лет успешно совершил свое первое ритуальное убийство Как и все остальные члены секты, Бихрам пользовался шелковым платком-удавкой традиционно желто-белого цвета Для удобства в один конец платка было завязано несколько монет И этот грузик позволял в мгновение ока обвить удавка шею жертвы Ловко подкрадываясь сзади, Бихрам накидывал удавку, лишал несчастного жизни и забирал его имущество, часть которого жертвовала своей покровительницей Это невероятно, но за 50 лет Бихрам задушил 921 человека, что и было доказано на суде Опасаясь того, что туги попытаются спасти того, кого они почитали почти из-за полубога Власти сразу же после суда отправили Бихрама на виселицу Он официально занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самый масштабный серийный убийца в истории человечества Продолжение следует...